Я старый человек, старый вояка, участник Второй мировой войны, воевал свое время, то есть с 1944 года, в декабре месяца. Я начал войну, то есть войну освободительную, то есть, как и все другие, я был призван, хотя я пошел в армию, Красную армию тогда называли мы, в 1944 году. В сентябре месяце уже я был в действующей армии. А так, раньше, но раньше, сам добровольно пошел в Советскую армию служить, обочаться и воевать против немецко-фашистских захватчиков. Сколько вам было лет? Ну, уже более чем 18. Потому что 17-летнего не призывали. А меня призвали уже, мне исполнилось 18 лет. И я сам, самовольно пошел, значит, призывной пункт. И мне там, понимать, немножко обучили, обучали. И вот, каких, нескольких месяцев, Ярцеве, вот. А потом отправили обратно здесь, значит, литовскую страховую дивизию, как рядового солдата, действующую 16-летнюю литовскую страховую дивизию. Вот там я и продал уже все служебное и военное время провел в этой дивизии. Сначала ревым солдатам, а потом, потом меня, значит, направили в разведку. Вот, вот, отдельную 18-ю, отдельную разведроту. И вот я воевал до конца войны. Обучили меня радиоделу. И вот, в связи с тем, что я уже в то время был, кончивший не то время, а раньше, кончивший три класса гимназии. И поэтому меня считали нужным, а овладеть радиоделом. И все время, и уже 16-й литовской дивизии и батареонной связи при штабе базы дивизии, был начальником радиостанции. Вот, после меня из ротосвязи перевели обратно в разведку. И так я там, 16-й литовской дивизии. Конечно, был еще один слушай, очень знаменитый, который всегда помнит. Вот, вот, нашу дивизию 16-ю из литовской дивизии еще направили свое время 28 января, 27-го, 28 января 1945 года для взятия, для освобождения Клайпеды, города и всего края. Вот, вот, в этом, в этих боях пришлось мне участвовать, вот, уже солдатам, вот, сто пятьдесят часа с шестантом полку, вот, первый батальон, батальон, я еще знаю и помню, и пишу о нем, очень замечательный руководитель войской части, это майор Беян, Беян, и, значит, Норин, Норвелос, командир роты у меня. Но, только не вспоминяю, еще забыл понимать, командир развода. Вот, ну, я был в первой роте, первого батальона и первое отделение, первый взвод и участвовал непосредственно в взятии и освобождении Клайпеды и Клайпеды, и Клайпедов края, 1945 год, значит, 27-28 января. Карабин с карабином в руках, вот, и видел, понимаете, вот, около меня в бою, и в атаке против траншей, которые были, укрепились немецкие солдаты, погиб, 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 около меня, ласт, рядом, погиб командир роты, Норвелос, до сих помню его, и об этом я написал в своей книге, и очень замечательный командир, командир роты, видели, когда, значит, мы шли так в горку, и вот, очень, значит, было видно, когда бегали немцы, это мы, значит, наступая, и их, значит, выбили из этих траншей, они, значит, мы вскочили уже в эти траншеи, ну, я вот, например, услышал в траншеях, когда скачил с карабином, думал, что там немцы, потом, с правой стороны, за углом, услышал уже русский язык, они передо мной, уже они включившие были, а я остался один, и, значит, в бендаже бежал, и бежал в этот блендаш, увидел уже одного убитого немца, наверное, другие убили, вот, ну, и тогда все, тогда, значит, по всей стороне, с моей стороны и с другой стороны наши солдаты уже отняли траншеи, и мы там временно ночь пропустили, значит, сосредоточились, а потом с утра пошли, а немцы уже отступали, обстрелили, обстрелили шестонстромным миромотом, миромотом, когда мы нахожили, и шли, бежали, занять клейпеду, они уже бежали, а мы, значит, они так по всему полю, вот, видно было, издалека, они уже отступали из наших траншей, немцы по существу были там на месте, или взяты в плен, или были, значит, убиты, и выгнали на Куршскую дугу, там дальше на Калининград, на Кейнсберг, вот, а мы, там была очень холодная зима, в то время 28 градусов холода, и мы перешли, значит, на Куршскую хасу, вот, и там остановились, нас распозвали, нашу часть они распозвали, остались в клейпедском городе, а потом, немножко отдохнули, вот, другие части уже, а немцы убежали, или их убили, но наша 16-й дивизия осталась на месте, там припели, после сформулированной наша часть, немножко отдохнули, и, значит, потом вернулись уже обратно в Латвию, воевать. Я очень хорошо помню, то время, когда последний день войны, когда война закончилась, мы были прямо в окопах, в траншеях, и готовились наступать, вот, это был последний приказ, это 2-го, не 2-го, а 8-го, 8-го мая, было объявлено, слышали мы, по чепосте перед наступлением, перед самим наступлением, нам было еще задача взять определенный бункер, вот немец, немецкие войска, которые расположились, мы 2-го Числаус Лизареви, что уже Берлин взяли, а 8-го, мы еще в атаку, посмотрим, что с вами, где, но, нас, один раз, когда мы поднялись, понимать, нас отбили, около 8 человек наших, значит, солдат, полили, полили на земле, вечерней земле, и обили, обратно собрали, обрали, дали приказ наступать, и получили приказ, эта война закончилась. А где это было? В каком месте? Это было недалеко от Латвии, около местечки Вайноде. В Лепое. Вот там, значит, были расположены, в этом участке расположены были окопы и линия, которые расположились, в 16-й литовской, саратовой, краснознаменная, уже тогда еще называлась Клайпевская дивизия. Вот так, так мы последние войны, последние дни войны, нам, мне, напрямую, лично, и еще пришлось идти в атаку. Значит, как отченивают, как, понимаете, нас ценят, я бы сказал, никак не ценят. Они, будто бы нас нет, потому что ни вкогда, ни в каких, понимаете, телевизионных или радиопередачах, в газетах наших, литовских, за исключением русских, конечно, так, ну, как будто бы нас нет, а не так, так я себя представляю, потому что действительно никогда бы по столько лет после войны, ну, никто об этом не говорит официально по радио и по переведению, хотя бы сказали бы что-нибудь или, значит, или что-нибудь злостное или куле, ну, в общем, что будто бы нас нет, что если кто-нибудь заслужил за то, что наша Литва стала независимой, вот, независимым государством, они в ни в коем случае не говорят и не напоминают, что основную роль сыграла для того, чтобы Литва стала независимым государством, так войны, войны, литовцы, войны с 16-й литовской стрелковой дивизии, они молчат, они об этом не говорят, если мы говорим, мы об этом пишем, то только мы участники и наши значит, молодые люди, короли, и мы являем наследник победы, так только мы об этом пишем, об этом говорим, но официальные власти Литвы об этом не говорят. Без этой победы не было бы того, что случилось, не было бы победы над фашистской Германией фашистскими оккупантами, но будто бы мы этого не заслужили, так наши власти мне кажется, если не говорят, но думают об этом, потому что о этой победе и какие стоили это нам жертвы, жертвы, они об этом не напоминают. Вот где беда это искажение истории, которое совершилось, когда действительной было такое, что пока значит не советская власть, не советская власть вместе с другими другими армиями армиями и американской, и британской, они совместно сделали то, что основной роль все-таки выполнили мы, освобождая от немецкой фашистской оккупации вот и Европу, и Литву, и всех остальных. Если бы не было этой победы, конечно бы фашистская Германия и их сателлиты наверняка бы одержали победу. Мы вот в нашей Литве сейчас являемся, ну, мы являемся в нашей Литовской республике единственной организации участвов и участников Второй мировой войны. И к своему счастью, или не счастью, я знаю, но являемся сейчас очень уже долго, но и плодотворно работаем и пришлось руководящим в составе председателем организации Второй мировой войны в Литовской республике. вот у нас еще более 20 человек еще в Литве находятся живых участвуют второй второй войны войны. Но мы вот с ними поддерживаем тесные связи во всех районах, в которых они еще живут и имеют свои организации, это Клайпетская, Шавляйская, Калнарская, Паневешская, Вильнюцкая, в основном, но и значит другие некоторые другие районные, которые еще имеются, ну их, конечно, осталось уже немного, но к сожалению нашему, ну пока мы есть, пока мы действуем, пока мы организуем все мероприятия, мероприятия, которые нам присущи, то есть мы и празднуем всегда каждый год эти праздники победы, вот когда значит девятого или восьмой суслайде значит мая всегда собираемся и особенно это касается основных городов, то есть вот как назвал их, мы собираемся там на торжественные мероприятия и отмечаем День Победы, и является это самый основной праздник в котором мы участвуем и их участвуют не только мы участники войны, но и на свете, на свете, на свете, День Победы. Это я считаю и зову их молодыми солдатами бывшей нашей Красной Армии. Их осталось уже немного, но пока еще есть, а когда есть, мы всегда празднуем и Дни Победы.